Здравствуйте! С вами программа «Отим вечером». И сегодня у нас в гостях концертмейстер, солист русского камерного оркестра Карина Владимировна Проскурина. Здравствуйте, Карина Владимировна. Добрый вечер. Карина Владимировна, вот ваш супруг премию общественного признания «Курская Антоновка» получил в 2002 году. В 2007 году уже яблочко вручили лично вам. Какие у вас были эмоции? Вообще, насколько это важное событие для вас было? Эмоций всегда много, когда получаешь награду. А тем более, если это идет от твоего города, от твоего дома. То есть самая главная награда уже как бы у меня есть. А радость была более чем полной, потому что это все делается ради родителей, ради детей. Ну а родители гордятся? Конечно, потому что если ребенок получает награды, значит воспитание было не зря. Ну вот скажите, вы вместе с Русским камерным оркестром путешествовали уже практически по всему миру. Вы не раз становились победителем крупных международных фестивалей. А зритель, он отличается в разных городах? Допустим, вот там в Курске, в каких-то зарубежных городах? Мне кажется, в России зрители практически одинаковые. Где-то более эмоциональные, где-то менее эмоциональные. А в других странах все зависит от общего настроя в стране. То есть испанцы мне показалось немножко суховатые. Но как нам объяснили, те аплодисменты, которые они дарят солистам, оркестру, это высшая похвала. Во Франции более эмоционально. Они как на футболе кричат, радуются. А вообще вот курский зритель, зритель в России подготовлен к такой вот музыке, классической, камерной, когда это оркестр? Публика приходит очень разная. Кто-то приходит вообще в первый раз, не слышали даже классическую музыку. Кто-то именно приходит человек подкованный, знает о произведении, композиторе, об эпохе. Наверное, это и приятно. Очень приятно, что с каждым разом, с каждым концертом больше видишь детей и молодежи. Ну вот несколько лет уже, ну не один год существует русский камерный оркестр. А как Вы считаете, вот какую-то воспитательную функцию в плане воспитания вкуса у наших зрителей удалось, удается нести оркестру? Конечно. Потому что недаром в наши советские времена всегда в 6 часов утра по радио звучала классическая музыка. Ну вот глядя на зрителей, которые вот со временем все равно меняются, именно Ваш оркестр получается у Вас вот те же функции выполнять? Конечно. У Вас как цель для Вас это есть? Это цель номер один. То есть это больше даже не, скажем так, не собственное самоудовлетворение творческое, а именно воспитание зрителей? Ну вот, а приятней где выступать? Вот в, скажем так, не очень большом зале провинциального городка Курск или где-то... В родном университете приятней. А почему? Ну, а дома всегда хорошо. То есть все эти путешествия и гастроли, это не так интересно? Это интересно в плане познавательного момента. То есть приезжаешь в новую страну, новые традиции, новая архитектура, новое искусство, новые люди, новые лица. Все другое, абсолютно другое. А дом есть дом. А хватает времени вот в плотном гастрольном концертном графике, когда Вы приехали в новую страну и в новый город, что-то успеть узнать о нем? Не только порепетировать и дать концерт, а вот погулять, скажем так? Ну, погулять чаще всего получается бегом. Бегом между репетицией и концертом побежали туда, побежали сюда. Но тем не менее, какое-то время все-таки остается, да? Да, конечно. Но кроме концертной деятельности, кроме выступлений, Вы еще и педагог. А что больше, что интереснее? Самой играть, выступать, чувствовать себя на сцене или преподавать студентам? Интересно передать опыт, которым владеешь в какой-то степени. Нельзя сказать, нет предела совершенства. То есть учиться играть можно каждый день, всегда чему-то можно учиться. Но чем лучше педагог, который исполнитель? Он может передать ощущения на сцене, рассказать, как это будет звучать в каком-то зале. Но студенты готовы это впитывать? Конечно. К счастью, сейчас пришел первый курс, который именно пришли учиться. Не втягиваться в учебу, а они с первого дня пришли учиться. Русский камерный оркестр – это Ваше семейное дело, и работать в этом направлении Вам приходится под руководством мужа. Это не создает каких-то дополнительных сложностей? Нет. На работе он дирижер. А как разделить одного человека? Это со временем приходит. Поначалу, конечно, мы не делили там дирижер, концертмейстер. Мы приходили и там же оставались с мужем и женой. А сейчас уже мы привыкли. Получается? А что нужно оставить дома, чтобы на репетиции успешно работать? Надо поменять мышление. Это Вы абсолютно по-другому воспринимаете человека? Да. Он дирижер, все. Он не муж. В перерыве, да, он опять муж. Я могу обращаться со своими проблемами. Домашними. А дома Вы работу обсуждаете? Постоянно. Нет ощущения, что Вы домой пришли и даже тут не отдохнуть от работы? Нет, мне это абсолютно не мешает. Он Вас поддерживает или все-таки больше Вы для него поддержка? Ну, я надеюсь, что мы друг для друга поддержка, потому что, в принципе, моя карьера началась с того, что он мне первый из всех. Мне сказал, что у тебя получается играть на скрипке. Давай, играй. То есть он и в карьерном плане стал для Вас учительным толчком. И еметинский толчком. Иерусал Ту dispositiven Зид Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok